Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Из-за подделки документов разорвали контракт на строительство мусорного завода в Кировской области. Информация вскрылась во время прокурорской проверки итогов аукциона, который прошел осенью 2023 года. Оказалось, что компания, которая победила в нем и выиграла контракт на строительство завода по переработке отходов стоимостью около миллиарда рублей, подала недостоверные документы о наличии опыта работы в строительной сфере. Так, компания заявила, что в 2020 году построила в Самаре 25-этажный жилой дом, но эти сведения не подтвердились. В итоге результаты конкурса были аннулированы. По результатам проверки возбуждено уголовное дело. В Киров прибыл первый за последние 30 лет грузовой рейс по Вятке. Судно с ощебнем для ремонта дорог и строительства домов отправилось из Советска 12 мая. За два дня оно преодолело 270 километров. Один такой рейс заменяет 20 грузовых перевозок по дорогам региона, отмечают в огласном правительстве. Планируется, что грузовые рейсы на участке, где проведены дноуглубительные работы, будут курсировать повятки в течение всего судоходного сезона и снизят нагрузку на автомобильные дороги. В Узбекистане продают бананы с символикой 650-летия Кирова. В страну завезли партию 264 тонны бананов с наклейками, на которых изображена эмблема юбилея нашего города. Она предназначена для всех крупных сетей. Об этом сообщил руководитель дирекции по организации 650-летия Кирова Алексей Чепцов. Ранее бананы с юбилейной символикой на коробках и на плодах завозили в кировские магазины и поставляли в крупные сети ритейлера России и Белоруссии. Это совместный проект дирекции с компанией, занимающейся маркетингом и экспортом бананов в России и СНГ. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова